Технологию APM российские компании используют лишь последние несколько лет, определяя болевые точки в производительности компании. Об эффективности говорим с Игорем Хомковым из Dynatrace. Что такое технология APM? Насколько часто они используются сейчас компаниями в России? И какие тенденции наблюдаются? Технология APM это дословно переводится как Application Performance Management. То есть это управление производительностью сервиса. На сегодняшний день бизнес заинтересован в том, чтобы IT представляла максимально качественную услугу. Приложения растут, они становятся более распределенными, и пользователи все более и более требовательны к их качеству. Это секрет успеха технологии APM, и на сегодняшний день это очень распространенная технология в мире. И сейчас мы пытаемся расширить этот рынок в России. В чем ее суть? Существует компания, например, в финансовом секторе, банк. Что дает ей, например, технология APM? Прежде всего, технология APM дает полную прозрачность вашей IT-системы. То есть вы можете увидеть всю свою IT-систему изнутри, и не только изнутри, но и со стороны пользователя. Ну, простой пример. Очень дорого может стоить любому банку простой интернет-банкинг. Система – это многомиллионные потери. И для того, чтобы избежать этих простоев, необходимо максимально четко видеть, что происходит внутри системы, и видеть тренды, которые позволяют судить о том, насколько прочный запас производительности этой системы. Это технологические какие-то факторы, это факторы пользователя, это монетизация. Что именно может посчитать технология? И все-таки насколько она используема сейчас в России? Ну, прежде всего, существуют различные подходы к APM. Мы представляем компанию Dynatrace, которая на последние пять лет является одним из лидеров рынка APM. И наш подход говорит о том, что самая важная технология APM – это понимание опыта работы конечного пользователя. И, безусловно, эффект и монетизация этой технологии зависит от того, насколько бизнес видит время, за которое пользователь совершает свою транзакцию. И это на сегодняшний день является секретом быстрого достаточного распространения и внедрения этих технологий. Поскольку это, по сути дела, отчасти уникальная вещь, которую мы приносим на существующий в России рынок. Что вы говорите клиентам, когда они приходят и говорят, мы хотим эту технологию, что она нам даст, насколько она может сэкономить наши затраты или, наоборот, открыть нам какие-то перспективы? Какие факторы вы определенные давления делаете? Ну, прежде всего, один из основных эффектов, который компании достигают за счет внедрения SLA, за счет внедрения APM – это внедрение системы KPI и SLA, которые можно постоянно в онлайне контролировать. Это существенное снижение издержек на поиск проблемы, поскольку после внедрения APM-решений такой параметр, как Fall Domain Isolation, то есть поиск проблемной точки, сокращается до 70%. Это достаточно большой эффект, и очень хорошо, и быстро можно измерить в финансовом эквиваленте. За счет этих эффектов мы быстро достаточно видим и понимаем, что для конкретного заказчика необходимо. Ну, и прежде всего, мы стараемся показать заказчику те эффекты, которые он получит в перспективе, и поэтому всегда в начале нашего внедрения мы делаем пилотные проекты заказчика. Что удобнее – внедрять эту технологию в свои IT-департаменты, новых сотрудников нанимать или отдавать на аутсорс, в частности, вам? Обычно данный инструмент, он, безусловно, предназначен для того, чтобы им пользовался непосредственно заказчик. То есть это некий монитор, который позволяет заказчику судить о том, насколько эффективно работают его внутренние подразделения, насколько эффективно работают его внешние подрядчики и насколько эффективно работают его сервисы. Какие сейчас особенности наблюдаются в России в контексте этой технологии? Особенность России заключается в том, что этот рынок совсем недавно начал формироваться. Если в Европе и во всем мире этот рынок уже существует давно, и все уже прекрасно понимают, что это такое, уже существуют достаточно глубокие исследования этого рынка, в частности, Гартнера, рейтингового агентства Гартнер, то в России, по сути дела, он начал развиваться где-то год-два назад. Со своей стороны мы внесли достаточно значительный вклад в развитие этой технологии в России, в принесение и понимание этой технологии тоже в Россию. Ну и в то же время я могу сказать, что в России очень большой потенциал этого рынка. И прежде всего это крупные компании, крупные компании владельцы ERP-систем, владельцы систем SAP. Также стоит сказать о том, что в России бурно развивается рынок e-commerce, и мы здесь видим большую перспективу. А какие основные проблемы компании перед тем, как они хотят внедрять эту технологию? Вот что нужно, может, оптимизировать для того, чтобы эффективно ее использовать? Если говорить о нашем российском опыте, то основная проблема заключается в том, что большие компании очень бурно росли в предыдущие несколько лет, и в связи с тем также бурно росли их информационные системы. И подчас, приходя к какому-то заказчику, мы понимаем, что заказчик не совсем хорошо видит то, что у него происходит внутри этой системы. То есть вот этот бурный рост имеет две стороны. Одна из сторон – это то, что действительно это огромные инфраструктуры, а другая сторона – это сложно понять, насколько эта инфраструктура эффективна и насколько эта инфраструктура помогает бизнесу. Такая нагроможденность определяет. Да, да. То есть вот та прозрачность, которая сразу же буквально после внедрения дает система EPM, это, наверное, первый эффект, который заказчик сразу же видит после внедрения данной системы. Ну а далее уже идет некая точечная настройка. В этом контексте из-за бурного роста после внедрения системы происходит ли оптимизация в рамках самой компании, сокращение департаментов, реструктуризация? Безусловно. Прежде всего происходит четкое понимание критериев и параметров, применительных к производительности IT-сервисов, по которым следует оценивать работу IT-департамента, департамент, который отвечает за управление инфраструктурой, бизнес-съединение с компанией, бухгалтерия и так далее, те, кто пользуется IT-системой. Ну и очень высок, скажем так, порог снижения репутационных рисков для руководителей, потому что на любой вопрос от бизнеса у IT всегда есть конкретный, четкий ответ, выраженный в цифрах. О технологии APM в российских компаниях мы говорили с Игорем Хомковым из Dynotrace. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Ducascopy TV из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok